Музыка Для меня большая честь рассказать вам, как можно очень легко стать уверенным. Уверенность – это наиважнейшее качество в жизни, особенно в сегодняшнее время конкуренции, время перемен. Каждый день жизнь бросает нам вызов, каждый день что-то рушится. Буквально за один год было в мире уничтожено производство фотопленки, всего лишь один год. Еще недавно я восхищался магазинами Virgin, которые находились в центре Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Токио, Virgin. Там продавались CD-диски. Двух-трехэтажные такие гипермаркеты были, где продавались аудиозаписи и видеофильмы на дисках, CD и DVD-диски. Где сегодня диски? Их нет. За один год рухнула целая индустрия. Это же не просто производство самих дисков, но еще и производство оборудования для этих дисков, производство химических материалов, производство оснастки для этих дисков, полиграфическая печать. Все это исчезло за один год. Мы с вами сегодня живем в самое динамичное время. За последний год научных открытий сделано столько, сколько было сделано за предыдущие 7 лет. Речь идет сегодня не о скорости перемен, а о глобальном ускорении. Это уже какой-то шквал. Это ураган перемен. Именно в это время возрастает конкуренция. Сегодня, когда мы берем на работу человека, фрилансера, мы же его выбираем среди китайцев, американцев, среди немцев, филиппинцев, индусов, украинцев. То есть сегодня все конкурируют со всеми. Я приведу только один пример конкуренции, и вам станет все понятно. Если вы захотите нанять специалиста по 3D-анимации и зайдете на один, один только из самых крупных сайтов, а их много, тысячи таких сайтов в мире, Так вы обнаружите, что там сегодня зарегистрировано более 650 тысяч фрилансеров, специалистов в области 3D-анимации. Вот представляете? Более 650 тысяч свободных мушкетеров готовы ринуться в бой. Нанимаете? Представляете, какая конкуренция? Вот почему сегодня такое важное качество, как уверенность, приобретает все больше и больше значения в нашей жизни, в нашем успехе, в нашей карьере. Уверенность. И не только, конечно же, в бизнесе, и не только в карьере, но и в жизни. Порой людям страшно подойти к какой-то девушке красивой. У меня так было в молодости. Это сегодня я уверенный тренер успеха. Это сегодня я могу с гордостью сказать, что я провел более 300 мастер-классов. И для меня сегодня не страшно выйти на аудиторию 10 тысяч человек, 11 тысяч человек. Я в Лужниках проводил такие мастер-классы. Но когда-то, когда-то я был самым неуверенным человеком в мире. Правда, я боялся подойти и спросить у прохожего время. Время я был полностью замкнутым, закомплексованным ребенком. И я на себе испытал всю трагедию, всю боль, неуверенность. Пожалуй, ничего страшнее даже и нет, чем неуверенность. Потому что неуверенность – это такой яд души, вонючий, холодный, черный, липкий яд души, который парализует всю нашу активность. Гордость парализует, уверенность парализует, парализует наше творчество, оптимизм, чувство превосходства. Вот почему мы сегодня на нашей школе вместе научимся быть уверенными. Это очень и очень легко. Почему в мире так много неуверенных людей? Почему сотни миллионов людей страдают от неуверенности? Не потому, что у них какой-то ген от природы неуверенности. Не потому, что что-то с ними произошло, трамвай по ним проехал или поезд. Нет. Все дело в том, что люди не знают, как тренировать уверенность. Большинство людей в мире не знает, что уверенность очень легко тренируется. Очень легко. Вот согласитесь, натренировать какую-то группу мышц легко же? Вот бицепс, да? Бицепс, чтобы натренировать. Ну что, взял гонтерию, гирю, резину, эспандер какой-нибудь и накачивай, увеличивай нагрузку и количество повторений. И у тебя будет очень сильный бицепс. То есть мы с вами знаем, что мышцы очень легко натренировать. Качайте пресс, делайте самые упражнения разные на пресс. И через год у вас будут квадраты, как у Аполлона. Или фигура стройная будет, как у Венеры. Это же очень легко. Тренировать уверенность это тоже очень легко. Очень и очень легко. Но прежде, чем раскрыть секреты легкого и очень эффективного тренинга, который уже миллионы людей сделал уверенными, богатыми, счастливыми. Я хочу обратить ваше внимание на теорию, на такое качество очень важное, как осознанность. Нужно понимать, зачем, что мы делаем и какие процессы с нами происходят. Конечно, можно натренироваться и без углубления, без философии, без стратегии. Но все-таки надежный фундамент нашего успеха, нашей уверенности в данном случае, это теория, это понимание, в чем же причина неуверенности, в чем же причина страха и как ее преодолеть. Итак, друзья, на самом-то деле, когда мы говорим с вами о неуверенности, мы должны четко понимать, что прежде всего в нас срабатывает страх перед будущим. Мы не знаем, что мы получим в результате нашего решения. Мы не знаем, как отреагирует общество на наши слова, на наш поступок. Вот этот глубинный страх неизвестности будущего. Мы действительно не знаем. И многих людей это страшит. Прибавьте к этому еще стадное чувство. Ведь мы же с вами 250 тысяч лет выживали в стаде. Наши предки только стадом могли выжить, только племенем, родом, потому что поймать мамонта и убить его могла только большая группа людей. Защитить свое жилье тоже можно было только сообща. От враждебного какого-нибудь племени ганнибалов. Одним словом, вот это стадное чувство, которое помогало нам выживать, не нам, вернее, а нашим предкам, сегодня оно нам мешает. По сути своей, человеку очень страшно одному принимать какое-то решение. Человеку очень страшно шагать решительно в будущее. И вот этот подсознательный страх будущего, подсознательный страх смерти порождает много всяких страхов. Страхов публичного выступления, страхов, выражающихся в какой-то ситуации критической. Это действительно так. В основе нашей неуверенности лежат два глубинных страха. Страх смерти и страх будущего. Когда встречаются на ринге два бойца, когда встречаются два воина, кто-то из них обязательно струсит. Кто-то из двух воинов, соперников обязательно струсит. Никто не хочет умирать. Никто не хочет быть покалеченным. Все боятся оба противника, боятся неизвестности. Когда вы с кем-то конкурируете, когда вы выходите каждый день на это главное соревнование под названием жизнь, под названием борьба за прекрасное будущее, за высокий уровень жизни вас и ваших близких, вы должны всегда помнить, что кто-то струсит, но не вы. Потому что вы каждый день будете после нашей школы тренироваться, готовиться, готовить себя к борьбе, конкуренции. Вы будете готовить себя к неизвестности. Вы будете готовить себя каждый день глобальным переменам. Это истина, которую знают все специалисты, которые готовят спецназ, спецподразделения. Давайте вместе послушаем слова великого героя, воина, знаменитого морпеха Леонова. Вот суть психологического закона боя. Первый закон. Человек страшится только того, чего он не знает. Второй закон. Это никогда до противника не сталкиваются и бьют друг друга одинаково, штукают, прикладывают. Нет такого рукопашного боя. Не бывает. Кто-то струсит. Еще закон. Это никому умирать не хочется. Два противника, два война в данном случае символизируют вас и весь мир. И каждый раз, вступая в сражение, вступая в единоборство, я это говорю как метафора, условно, вы должны точно знать, что струсит он, что струсят конкуренты, а не вы. Потому что вы осознаны, потому что вы тренируетесь, потому что вы готовитесь. И помните всегда, нет в мире ни одного человека, пусть он трижды нобелевский лауреат, пусть он трижды суперкрутой инвестор, но нет в мире ни одного человека, который бы знал будущее. Три дня назад в интернете прошла интересная новость. Оказывается, ученые обнаружили солнце, новое огромное солнце, которое в 300 раз больше нашего солнца, нашей звезды, по имени солнце. И, внимание, горячей в 100 миллионов раз. Какая есть связь между открытием нового солнца и уверенностью? Вашей уверенностью, друзья, связь-то прямая, потому что с этим открытием рухнули все фундаментальные законы. Все. Все представление о физике, о температурах, о массах, о энергии атомов, все это рухнуло. С точки зрения современной физики, теории, это не может быть. Обратите внимание, весь мир сегодня столкнулся с новыми явлениями природы, с новыми возможностями, горизонтами. Может быть, мы столкнулись с новой бесконечностью в области температуры. Мы знаем, что пространство бесконечно, мы знаем, что время бесконечно. И вот, пожалуйста, новое явление. Оказывается, и температура не имеет границ. То есть, с этим открытием вся предыдущая теория наука рухнула полностью. И вы столько же знаете о мире, сколько самый крутой какой-нибудь ученый-специалист. Это очень важно понимать. Этот пример очень четко демонстрирует, демонстрирует, что мы ничего не знаем. Так если все боятся будущего, если все не знают, что будет завтра, фондовый рынок обрушится, начнется какая-нибудь война, какой-нибудь террористический акт и так далее, холера какая-нибудь, грипп какой-нибудь. Никто же этого не знает. Но если вы осознаны и понимаете, что никто не знает будущего, почему же его бояться? Почему же в себе не потренировать тогда уверенность очень мощными, высокоэффективными приемами и не приобрести на этом фоне всеобщей неизвестности, не приобрести преимущество перед всеми? Это действительно так, друзья. Никто не знает будущего. Если бы это будущего знали, если бы хотя бы кто-то мог предсказать будущее, это был бы, наверное, самый богатый человек на Земле. Я уже пережил три мировых кризиса. Никто, ни один человек, ни один институт не угадал. Ни один. Все крутые инвесторы, все аналитики всегда опозорены, всегда обезоружены, когда наступает новый кризис. Только умные люди понимают, что предсказать невозможно. Как сказал очень точно Воррен Баффет, величайший финансист всех времен и народов, история нас учит только тому, что ничему не учит. Такая шутка была сказана. Смотрите, друзья, и так осознанно посмотрите на себя и на людей. Никто не знает будущего, но все его боятся. Никто не знает, насколько страшна или не страшна смерть, но все ее боятся. Для того, чтобы победить страх смерти, разработаны очень прекрасные упражнения, очень прекрасные техники. Вспомним самураев. Бесстрашные войны, которые наслаждались жизнью, красотой, писали стихи, рисовали прекрасные миниатюры, были прекрасными поэтами, были прекрасными философами, они жили полной, яркой жизнью, наполненной прекрасными впечатлениями. Почему? Да потому что они один раз побеждали страх смерти. Когда мы говорим о теории уверенности, прежде всего нужно победить страх смерти. А победить его очень легко. Когда вы засыпаете, что происходит с вами? Вы переживаете маленькую смерть. Вы же не боитесь спать? Наоборот, когда жизнь замучила, наоборот, когда очень и очень тяжело, когда вокруг хмуро и грустно, мы стараемся уснуть. Мы стараемся залезть в теплую кроватку, закутаться и уснуть. Мой друг и один из учителей, знаменитый телеведущий, создатель такой знаменитой программы, как «Что, где, когда», Владимир Яковлевич Ворошилов ушел из жизни во сне. Вот он лег спать и не проснулся. Но ведь до этого он же 65 лет засыпал и просыпался. И любой из нас высыпает и просыпается. И неизвестно, когда мы не проснемся. Но мы же не боимся спать. Как сказал великий Сократ, почему я должен бояться смерти, если я не знаю, хорошо это или плохо, почему я должен бояться того, чего не знаю? Как поступали великие самураи, воины? Они умирали, мысленно, конечно, в тот момент, когда впервые брали в руки меч-катану. И самурай всегда, если была возможность выбрать, смерть или жизнь, мысленно выбирал всегда смерть. Тем самым он открывал перед собой новую жизнь. Друзья, я не призываю никого к самоубийству, к каким-то оккультным, дебильным ритуалам вокруг смерти. Это бред полный. Наоборот, слово смерть не произносите. Но один раз, один раз нужно осознать, что страшна не смерть, а страх смерти. Храбрый человек умирает один раз в жизни. Трус умирает тысячу раз. Нужно осознать, что когда мы умираем, мы теряем с вами только настоящее. Я процитирую сейчас великого философа, полководца великого Марка Аврели. Итак, внимание. Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться 300 или даже 3000 лет? Ведь живешь ты только в настоящем мгновении. И кто бы ты ни был, утрачиваешь только настоящий миг. Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем. речь идет о очень важном философском утверждении, что будь ты младенец, будь ты старик, ты теряешь только один миг, настоящее. Ни прошлое, ни будущее нам не принадлежит. Не надо быть идиотом, который цепляется за будущее, который переживает по поводу будущего, которое нам не принадлежит. Нужно один раз в жизни осознать, что мы теряем только настоящее. Бомж, президент, миллиардер, нищий. Переходя в другое состояние, теряет только настоящее. Более того, это настоящее тоже нам не принадлежит. Мы как река, наша жизнь как река, мы плывем в этом потоке событий, в этом потоке энергии, в этом потоке неизвестности. И если уж так происходит, что нам по этому поводу переживать? Какой смысл нам переживать за то, что нам не принадлежит? Мы постоянно переживаем, мы постоянно с вами переживаем за то, что глобальное потепление, за то, что вымирают какие-то редкие животные, мы постоянно переживаем за то, что произойдет кризис, мы постоянно переживаем, переживаем, переживаем. Но на самом-то деле, жизнь-то одна, и создана она Богом, космосом, природой, для того, чтобы мы жили и наслаждались. Успокоиться нужно один раз по поводу смерти. Скажите себе, все, я мертв, меня больше нет. И продолжайте жить, наслаждаться жизнью. И продолжайте жить, наслаждайтесь красотой жизни. Это очень важное понятие. Страх перед неизвестным и страх перед смертью. Если серьезно, осознанно разобраться у этих вопросов при помощи логики, при помощи здравого смысла, то станет ясно, что не надо бояться неизвестного. Надо, наоборот, наслаждаться, каждый миг бросаться в это неизвестное с распростертыми руками. Радоваться жизни. Ну и что, что неизвестное? И что по этому поводу переживать? Есть очень хорошая древняя китайская мудрость, которой уже тысячи лет. Послушайте ее внимательно, и вы поймете, насколько глупо переживать по каждому поводу. У одного христианина убежала в лес лошадь. Все сказали соседям, какое горе. Он сказал, поживем, увидим. Через несколько дней эта лошадь приходит домой, да не одна, а приводит с собой еще одну дикую лошадь. Все соседи сказали, какая радость, на что христианин сказал, поживем, увидим. И его сын, подросток, юноша, сел на эту новую лошадь, начал ее объезжать, сильно упал и очень сильно сломал себе ногу. Стал хромать очень сильно. Все соседи печалиться начали и сказали, какое горе, какое несчастье. На что крестьянин сказал, поживем, увидим. Началась война, и всех юношей, всех ровесников, сына призвали в армию. И все они погибли. А сын крестьянина, хромой, который был, остался живым, единственным юношем в деревне. Все соседи опять начали радоваться и говорить, какое счастье, как вам повезло. На что мудрый крестьянин сказал, поживем, увидим. В этой древней притче, на мой взгляд, выражено все. Абсолютно все страхи, абсолютно вся глупость суетливого существования людей. Они постоянно переживают. Они постоянно суетятся. Вместо того, чтобы просто плыть по течению жизни естественным образом. Конечно же, совершенствуя свою храбрость, свою уверенность, совершенствуя свой дух, интеллект, это понятно. Но почему мы должны переживать по поводу того, что мы не знаем? Почему мы должны переживать по поводу завтрашнего дня? Ведь любое переживание, это негативное чувство, которое разрушает не только же нашу уверенность, но и разрушает нашу радость, нашу способность мыслить осознанно, принимать быстро решения. Наши сверхспособности блокируют любое переживание. И ведь по сути своей оно бессмысленно. Нет смысла переживать, нет от этого никакой пользы. Есть только один вред. Это нужно очень четко понимать. Когда мы говорим с вами о сверхуверенности, то мы должны обратить внимание обязательно на основу сверхуверенности. Как правило, основой сверхуверенности является большая цель, большая мечта. Большая цель, большая мечта. Когда в вашем сердце, когда в вашем сознании рождается большая мечта, большая цель, великая миссия, вы становитесь абсолютно бесстрашным. Давайте вспомним Джордана Бруно. Талантливый математик. Человек, который разработал среди европейских ученых первую систему тренировки память. Он еще психолог был. Церковь не хотела его казнить. Церковь не хотела сжигать этого прекрасного человека. Они уговаривали его отрекись. Отрекись ты от этой истины, потому что толпа просит крови. Семь лет его держали в тюрьме и просили отречься от своего убеждения. Но Джордана Бруно пошел на костер осознанно, потому что его храбрость, его уверенность имела мощный источник стремления к истине, стремления к справедливости, к просветлению. Один математик Джордана Бруно пошел против всей толпы и сгорел на костре. Вот такая в нем сила была, такая была в нем уверенность. Сейчас мы посмотрим с вами выступление не менее великого человека. Каждый год богатая, достаточно капиталистически прагматичная Америка празднует день рождения Мартина Лютера Кинга. Этот человек, который изменил мир. Когда мы говорим сегрегация, это притеснение чернокожего населения белой половины Америки. Мы сегодня даже не задумываемся, насколько это было унизительно. В прошлом году умерла старушка, которая в молодости отсидела три года тюрьмы. За что? А просто за то, что она ехала с фабрики домой на автобусе общественном. А в то время, всего лишь 40 лет назад, автобусы, общественные автобусы в Америке делились на две половины. Сидение переднее для белых, а сзади, как для скота, место для чаши. Это молодая девчонка. У нее болели ноги на самом деле. Села на переднее сидение, просто она не могла стоять. Ехала спокойно домой. Зашел белый парень и приказала ей, ты черномазая, иди на свое место. Здесь только для белых. Девушка сказала, я не уйду, я человек. У меня болят ноги. Оставьте меня в покое. Нет, остановили автобус, вызвали полицию и посадили на три года в тюрьму эту девушку. Она умерла, это уже женщина два года назад, и вся Америка обратила на это внимание. На Мартина Лютера Кинга были постоянные покушения. Даже когда он презентовал свою книгу в книжном магазине, подошла фанатка какая-то белая, ударила его ножом, нож не дошел только один миллиметр до сердца. Когда взорвали дом Мартина Лютера Кинга, дом взорвали, крыло агрессивное черных под названием Черной Пантеры, бывшие солдаты, морпехи, решили взяться за оружие и убивать белых. Несколько секунд назад у Мартина Лютера Кинга чуть не погибла семья. И он встал и сказал, друзья, не делайте этого. Только любовь, только уважение, только искренняя любовь и искренняя любовь может победить это зло. Если сейчас вы начнете бойню, начнется насилие, этот человек спас, может быть, миллионы жизней. Миллионы жизней своей великой идеей. Выступая на митинге, стотысячный митинг, Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь. У меня есть мечта. Послушаем ее вместе и поймем, откуда был у этого великого человека такой мощный источник уверенности, страсти. Я у меня мечтал сегодня. Я у меня мечтал, что один день в Альбаме будет hacemos, работать вместе, pray вместе, поддерживать вместе, 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 Субтитры создавал DimaTorzok When we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit, free at last, free at last. Thank you very much for your success! Thank you very much for your success! Большая цель является глобальным источником уверенности. Это тоже нужно понимать. Ваша мотивация, ваша миссия – это мощный источник энергии. Но в принципе, друзья, есть и другие источники энергии. Есть и другие источники уверенности. Это прекрасные книги, прекрасные фильмы. Я заметил, что когда читаешь очень правильную книгу, получаешь не только знание, но и мощный заряд уверенности. Когда вы выбираете фильм или книгу, задайте себе очень простой, но очень важный вопрос. Когда я прочитаю эту книгу, что останется в моем сердце? Что я приобрету? Что я приобрету? Когда я прочитаю эту книгу, какой информацией, каким настроением, какой мудростью наполнится мой разум, мое сердце? Я покажу две книги, которые однозначно сделали меня более уверенным. Первая книга – это личные воспоминания великого героя-летчика, самый эффективный летчик союзных войск Александра Покрышкина. Прочитайте эту книгу и посмотрите, что произойдет с вашим сердцем, с вашей уверенностью. Да вы в десять раз станете увереннее. Почему? Потому что, общаясь с этим великим человеком через книгу, частичка его героизма, частичка его величия, частичка его уверенности навсегда перейдет в ваше сердце, в вашу душу. Другая книга, которая случайно у меня оказалась на столе – «Гай, Юлий и Цезарь. Записки о Гальской войне». «Записки о Гальской войне». Прекраснейшая книга. Я эту книгу, честно скажу, прочитал с удовольствием два раза, с перерывом где-то год или два. Суперкнига. Прочитав эту книгу, вы научитесь не только уверенность и храбрость, но вы поймете, что в критический момент римское войско во главе с Гай Юлией Цезарем не знало, останутся ли они в живых или нет. Никто не знал, смогут ли они победить. Но воля, уверенность одного человека. Полководца решала ход всего сражения. Гай Юлий Цезарь отдавал коня своего, видел где самое трудное место и бросался туда в бой. Особенно характерна решительность этого великого полководца, когда римляне столкнулись в бою с германцами. Представьте, в то время германцы были вышли римлян на голову. Римляне были маленькие, а те здоровые войны. Это все равно, что тысяча боксеров или борцов легкого веса сражалась бы с десятью тысячами тяжеловесами. Обратите внимание, даже на Олимпийских играх разделение весов есть в единоборствах, потому что это справедливо. Так вот, представьте, германцы в то время были свирепыми, бесстрашными войнами. На голову выше римлян обложили данью все народы, все им платили, все их боялись. При одном упоминании о них уже страх сковывал сердца людей. Этот страх не обошел стороной и римское войско. Во-первых, германцы были выше, сильнее, но их было больше в пять раз. И уже молодые люди, вот золотая молодежь, слабые духом, это было две тысячи лет назад практически, и сейчас мы видим, золотая молодежь, она тоже слабая духом. Потому что сладкая жизнь, такая пушистая, она только деградирует, разрушает личность, не более того. И в то время то же самое было. Золотая римская молодежь уже плакала в своих палатках, писала завещания. Их страх передался молодым воинам, потом от молодых воинам этот страх передался проверенным легионерам, проверенным в боях воинам. Но этот страх не передался только одному человеку, Гаилю Цезарь. И он смог найти такие слова, он смог мобилизовать это войско так, что они победили, превосходящего по всем параметрам противника. Ведь никто же не знал, как закончится сражение, кто победит, кто проиграет. Один человек знал, Гаилю Цезарь. Поэтому он и остался в веках. Поэтому мы с вами сегодня и заказываем в ресторане салат Цезарь. И поэтому Цезарь ассоциируется с великим полководцем, с философом, с мыслителем. Почему? Да потому что он был уверенным. И его уверенности хватило на все войско. И когда мы с вами каждый день встречаемся с трудностями, с неизвестностью, у нас есть совершенно четкое понимание, что тренируя каждый день уверенность, мы легко преодолеем любые трудности. Мы легко преодолеем страх публичного выступления. Мы легко преодолеем страх подойти к неизвестной девушке или женщине и познакомиться. Мы легко преодолеем страх перед будущим. Но для этого нужно тренироваться. Для этого нужно каждый день тренироваться. И тренинг-то на самом деле очень-очень простой и легкий. Очень простой и легкий. Главное это делать регулярно, друзья. Все очень просто. А обратите внимание, с какой главной мысли начинается величайшая книга всех времен и народов. Библия. Вначале было слово. И слово было Бог. Великий Коран, великая мудрость при помощи слов передает своим последователям великую мудрость. Любая религия, буддизм, иудаизм, абсолютно любая философская мысль передается из поколения в поколение при помощи слов. Современные люди почему-то не могут оценить величие и силу слова. Вот что лежит в основе нашего простого и очень эффективного тренинга. Вначале было слово, а потом появляется ваша уверенность. Запоминайте на всю жизнь. А вы это запомните очень быстро, потому что вы будете это повторять тысячи раз. Волшебное заклинание, волшебная мантра. С каждой минутой я становлюсь еще уверенней. С каждым часом я становлюсь еще уверенней. С каждым днем я становлюсь еще уверенней. С каждым годом я становлюсь еще уверенней. Четыре предложения изменят вашу жизнь мгновенно. Мгновенно. Почему изменят? Да потому что при помощи этой мантры, которую ваша задача повторять как можно чаще. Меня ученики спрашивают, а сколько раз надо ее повторять, чтобы изменилась жизнь? На что я всегда отвечаю. Сколько раз кришнаиты, есть такая секта молодая, повторяет слово там свое заклинание мантру Харе Гаре Кришне и что-то такое. 16 тысяч раз. Не надо, конечно, столько, друзья, повторять. Почему я привел кришнаитов? Да все очень просто. Вот 16 тысяч раз повторяя одну и ту же мысль, одну и ту же мантру, мы с вами видим, что этого количества повторений достаточно для того, чтобы полностью стереть к человеке все старые программы. Такие кришнаиты говорят своим родителям, вы больше для меня не родители. Своим детям говорят, своей семье, вы больше для меня не семья, вы больше для меня не дети. Представляете, какой силой обладает вот это количество повторений. Что люди забывают о своих родителях, те, которые их родили, воспитали, выкормили. О детях, которые эти бывшие нормальные люди, оставшие религиозные фанатики, отвергают. 16 тысяч раз они повторяют свою эту бесконечную мантру. Эта мантра в их подсознании, в их сознании стирает все остальные программы. Когда мы говорим о конструктивных словах, о конструктивных мантрах, о конструктивном заклинании, о конструктивных словах, таких вот, таких важных, таких незаменимых, как тренинг, уверенность. Если вы произнесете это 16 тысяч раз, произойдет сразу чудо. Но я еще таких людей не видел. Я лично произношу это заклинание, вернее, даже произносил, когда был неуверенным, 500 раз в день. Это быстро на самом деле. Вы можете совершенно справедливо заметить, ну когда же мне произносить эти заклинания? Когда же мне произносить эту волшебную мантру? Если у меня с утра дома маленький ребеночек спит, я прихожу домой, у меня друзья, соседи, я не могу произносить это в трамвае, в метро, на работе, в банке своем, или в колледже, или в институте. Можете, если будете произносить эту мантру внутренним голосом, внутренней коммуникацией. Внутренний голос, но он должен быть у вас тоже звонкий. Вот, когда мы внутренним голосом произносим эту величайшую мантру, этот величайший тренинг в области уверенности, эффект практически тот же самый. Тот же самый. Но самое главное, чтобы ваш голос был очень уверенный, звонкий, громкий. Вы едете в трамвае, не надо кричать, с каждой минуты я становлюсь еще увереннее. Вас через две остановки психушку отвезут. Это неправильный ход. Не надо эпатировать и шокировать людей. Зачем? Это глупо все. Но если вы едете в трамвае, и пока люди читают дебильные детективы, или просто спят, в этот момент происходит в вашем подсознании чудо. Вы постоянно произносите эту великую мантру, это великое заклинание. С каждой минутой я становлюсь еще увереннее. С каждым часом я становлюсь еще увереннее. С каждым днем я становлюсь еще увереннее. С каждым годом я становлюсь еще увереннее. Я всегда люблю на семинарах показывать хроники, документальные свидетельства вот этого темперамента, энтузиазма, страсти, величия голоса великого человека. Мухаммед Али, Кассио Склей. Боксер был такой черный, который превратился в Мухаммед Али. Великий гражданин планеты. Потому что когда всех начали брать в армию в Америке и отсылать убивать вьетнамцев, он один из знаменитых людей сказал, нет, я не поеду убивать вьетнамцев. Они меня даже черным не называли. Почему я должен их убивать? Вся Америка на него обрушилась. Его лишили чемпионского титула. Ему запретили выступать. Он лишился денег, он лишился всего. Но он остался личностью, человеком, который принял решение не быть пешкой в руках мерзких политиков. Не лететь в этот Вьетнам и убивать там этих несчастных людей. Более того, ему государство предлагало сделку. Говорит, слушай, парень, не выпендривайся. Приедешь на военную базу, подживешь там немножко, потренируешься, пофотографируешься, и мы тебя заберем. Будешь выступать дальше здесь, зарабатывать деньги. Он сказал, нет. Вот почему я люблю Мухаммед Али? Да потому что он личность. Не потому что он хороший боксер. Конечно, техника у него прекрасная. И воин он прекрасный. Но самое главное, я восхищаюсь им, потому что он личность. Потому что он великая личность. Послушаем, давайте вместе, это документальное свидетельство его страсти, его произнесение мантры. Ну, он всегда говорил, я великий, я лучший, я чемпион и так далее, и так далее. Вот сейчас, внимание на экран. Я чемпион. Чемпион чего? Я король. Король чего? Я лучший. Лучше кого? Я молод, красив, толст, мил. И, возможно, я стану лучшим. Да, это мы, молодые парни, которые всех бьют, но мы делаем это лучше всех. Я должен быть лучшим во всем мире. Я говорю это каждый день. И вот я король всего мира. Но позвольте, вы должны служить меня. Я самый великий во всем мире. Некоторые говорят, что я слишком нахальный, и мне надо задать хорошую трюпку. Некоторые считают, что я много болтаю, но я не намерен отступать. Да, я уверен, что побью их всех. Это мое дело быть уверенным. Не делайте вид, что для вас это что-то новое. Я всегда уверен, я их всех побью. У меня репутация неспровергателя авторитетов. Я молод. Я заявляю, что намерен стать самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. И я предсказываю, что к концу 1963-го я стану самым молодым чемпионом тяжеловесом в истории. Посмотрите, у меня на лице не царапины, а посмотрите на Ассаня Листовна. А ведь мне всего 22. Я самый великий во всем мире. Я говорил это каждый день. Меня считали смешным. Я говорил, я потрясу мир. И я это сделал. Подождите, подождите. Я настоящий чемпион. Я лучший. Минутно. Я лучше всех. Я потряс мир. Я потряс мир. Я чемпион мира. Я король мира. Я потряс мир. Подождите, подождите. Я потряс мир. Я самый великий. Ощутили страсть? Ощутили вот эту веру в те слова, которые он произносил? Никто не верил, но он постоянно говорил, я лучший. Я чемпион. Его считали сумасшедшим. Но Мухаммед Али всегда страстно программировал себя. Программировал. Почему это так важно, друзья? Когда вы будете внутренним голосом произносить эти великие слова, величайшие слова, магические слова, которые уже подарили уверенность сотни миллионов людей по всему миру. На самом деле, на самом деле, произносить их страстно, на самом деле произносить их точно так же, как Мухаммед Али. Но про себя, чтобы в психушку не угодить. Про себя. Общество не готово к нормальным тренингам, к нормальному программированию. Что очень важно отметить? Это уже речь идет о вашей осознанности. Неуверенность, страхи – это не вы. Это всего лишь модель поведения. Неуверенность, страхи – это не ваша сущность. Это просто программы, которые в вас, в меня вложило общество, вложила культура, родители. Это обычная программа. Вот если бы вы родились в Китае, на каком языке бы вы говорили? На китайском. Потому что в вас бы общество, родители вложили китайский язык, как программу. Если бы вы родились среди самураев или среди спартанцев великих, вы бы были бесстрашны. Почему? Да потому что вы бы с детства получили другие программы. И перепрограммировать себя, переписать свои программы очень легко. Но я уже говорил о кришнаитах. Я бы не хотел быть кришнаитом. Я даже мысли не могу допустить, что я могу сказать родителям, вы мне не родители. Или детям. Потому что я очень ответственный человек. Я благодарен своим родителям, своей команде. Я благодарен своей семье. Я благодарен своей стране. Я обществу благодарен, потому что без этого меня бы не было. Я не могу променять родителей, детей и страну на кришнаитов. Но этот пример я специально вам привел. Он действительно резкий. Он шокирующий этот пример. Но он точно доказывает, что себя очень легко запрограммировать. Очень легко перепрограммировать. Представляете? Тупая фраза какая-то. Повторенная 16 тысяч раз выбивает полностью любовь к родителям. Ответственность. Это страшно на самом деле. В том случае страшно. А в нашем случае, когда мы говорим. С каждой минуты я становлюсь еще увереннее. С каждым часом я становлюсь еще увереннее. С каждым днем я становлюсь еще увереннее. С каждым годом я становлюсь еще увереннее. Это прекрасная программа. Как быстро вы запрограммируете себя. Да все очень просто. Чем чаще вы произносите, тем быстрее вы станете уверенным. Повторение мать учения была такая шутка в нашей школьной программе, в наше школьное время. Что еще хочу посоветовать, друзья? Можете взять обычный цифровой диктофон, 3 копейки стоит, или в телефон мобильный, и запишите себе аудиотренинг. Запишите, только записывайте его спокойным голосом, не надо кричать. Вот когда вы без аудиотренинга, без аудио вот этого воздействия дополнительно своим голосом, а просто мысленно едете в автобусе и говорите, с каждой минуты я становлюсь еще увереннее и так далее. Или вы на зарядке пробежались в лесопосадку, в парк какой-нибудь, и если есть возможность, нет никого вокруг, покричать, покричить. Но когда вы записываете аудиотренинг с этой мантрой, то голос должен быть спокойным. С каждой минутой я становлюсь еще увереннее, с каждым часом, чтобы он вас не раздражал. Я так делал, очень эффективное упражнение. Записал несколько раз, зациклил это дело все. Сидишь, работаешь, и потихонечку наушники маленькие в ушах постоянно нашептывают. Постоянно нашептывают великую мантру. Сделайте звук громкости так, чтобы еле-еле было слышно. Чтобы этот звук вас не раздражал. И уже через несколько часов вы сможете работать, вы сможете читать книги, вы сможете думать. А подсознание будет загружаться этим шепотом, мягким, вашим голосом, уже превращенным в великие мантры, которые изменят вашу жизнь. Очень важно понять, дорогие друзья, что наше поведение, наша злость, ненависть, жестокость, неуверенность, это только программа. Если вы бы выросли в другом обществе, где здоровые программы, где здоровые люди, где детей не хлещат, не ругают, опять ты не то сделал, стой там, ах ты такой сякой, ах ты такая неумеха и так далее. Конечно, ваша уверенность была бы в тысячу раз выше. Но ничего страшного нет. Если вы смотрите мою школу, значит вы точно такой же осознанный человек, как и я. Значит, мы с вами обладаем возможностью, правом выбора, перепрограммировать себя. Это очень легко. Вот как бицепс тренировать? Берем гантели, мы об этом уже говорили в начале нашей школы, и чем чаще делаем повторения, тем сильнее наш бицепс. То же самое с нашей уверенностью. Она тренируется очень легко, друзья. И вы будете свидетелем чуда, которое произойдет с вами. Шаг за шагом, с каждой мантрой, с каждой тысячей повторений. В какой-то момент это быстро очень произойдет. Вы же через неделю почувствуете такие результаты мощные, что вам захочется еще больше программировать себя, еще больше себя тренировать. И хочу еще обратить особое внимание, чтобы вы осознанно все делали. Ключевое слово в данном упражнении, в данной мантре, в данном заклинании, если вам нравится мистик, это слово «Еще». Обратите внимание, с каждой минутой я становлюсь еще увереннее. Слово «Еще». Что это означает для вашего подсознания? Что вы уже уверены. Смысл этой мантры, смысл этого программирования заключается в том, что ваше подсознание постоянно воспринимает очень правильный сигнал. «Вы уже уверены». Вы уже уверены. Осознание того, что никто не знает будущего. Никто. И осознание того, что смерти не надо бояться, потому что мы ее не знаем. Осознание того, что страх мой, неуверенность моя – это просто программа. Это просто модель поведения. Уверены позволили мне из самого неуверенного человека стать одним из самых уверенных людей на Земле. Это очень легко, друзья. Это очень и очень легко. Просто нужно терпение. А для того, чтобы вы выполняли это упражнение, напишите на листочке, почему вам так важно быть уверенным. Возьмите фломастер какой-нибудь и напишите, почему вам так важно быть уверенным. Что вы приобретете, став уверенным? Какие плюсы появятся в вашей жизни, когда вы станете уверенным? Это очень важно. Очень и очень важно. Мотивация. Для чего мне это нужно? А на самом-то деле быть уверенным. В наше время больших перемен, неизвестных каких-то преобразований, катаклизмов. Важно не только быть для себя, но ваши коллеги, ваша семья, ваши близкие. Весь мир нуждается в вашей уверенности. Я много раз замечал, когда ты контролируешь свои чувства, когда ты под контроль берешь свои страхи, когда ты наполняешь при помощи этого волшебного мощного упражнения свое сердце уверенностью, эта уверенность воздействует на всех. И все коллеги, все товарищи ваши, все друзья, родственники тоже становятся уверенными. Своей работой над собой, своим самосовершенствованием разума, духа, интеллекта, вы меняете мир вокруг себя и помните, что вашим близким, вашим родным и дорогим людям очень важно слышать в вашем голосе, в ваших глазах видеть уверенность. Я точно знаю, когда встречаются два человека в бою или в любой ситуации, кто-то один все равно струсит. И я точно знаю, что этим трусом будете не вы, потому что с сегодняшнего дня вы просто берете и вставляете в себя новые программы. С сегодняшнего дня вы как архитектор лепите суперуверенного, храброго, бесстрашного, а значит позитивного, сильного, спокойного, благородного человека.